Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. На дворе лето. Всех нас тянет на природу. Вот посидеть под зелёными ветвистыми, не знаю, там, кронами какого-либо дерева, дуба, может быть, клёна и так далее. А горожане жалуют, что не всегда у них получается выехать куда-то за пределы города. Но, знаете, ведь в нашем областном центре, в Твери, есть места, которые действительно позволяют, не покидая пределов города, вполне себе хорошо отдохнуть, что называется, на лоне природы. Ну, практически. И вы, наверное, подумаете про парк Победы, может быть, про какую-то из рощи Комсомольскую, Первомайскую. Нет, как говорится, теплее-теплее, ближе-ближе. Это место находится в самом центре нашего города, но, к сожалению, далеко не все про это место знают. И мало кто из Тверичан там бывал. Да, вот такой вот парадокс. Нет, это не какая-то охранная зона, это не территория какого-то военного учреждения, там, к примеру, Академии ВКО. Нет, это вполне открытое место. Иной раз, к сожалению, историков, краеведов, любителей города слишком открытое для нашего населения, которое всё туда забредает. Короче говоря, я имею в виду парк Воксал. Да, да, это зелёный массив, который находится за мечетью, за костёлом, для ориентировки, чтобы понимали, кто. Ну и там какое-то время назад располагался больничный комплекс. Давно это уже место, к сожалению, запущено, здания разрушаются. Но, но, относительно недавно на него, наконец, обратил своё внимание глава региона Игорь Руденя. Губернатор там был раз, был два. Выразил неудовольствие, к радости, опять-таки, я думаю, патриотов города, неудовольствие, запущенность этого прекрасного места. Я очень надеюсь, он это выразил, когда ему кто-то рассказал, что она собой раньше представляла. И об этом мы сегодня поговорим. О судьбе этого парка. Что там надо сделать, что можно сделать, в каком состоянии он должен быть. И, конечно, расскажем вам, ещё раз напомним, не все знают, а что там было раньше. Итак, сегодня мы говорим о парке Воксала. Хочу представить гостей нашей студии. Это наш известный тверской краевед Павел Иванов. Мой коллега, журналист и тоже большой патриот нашего города, любитель истории нашего города, Игорь Марченков. Господа, добрый день, спасибо, что нашли время. А вы, дорогие телезрители, звоните по телефону 3190, у нас прямой эфир 3190. Высказывайте своё мнение, если вы в курсе, что у нас есть такой парк Воксал, что с ним, на ваш взгляд, надо сделать, что там должно быть. Может быть, ваше мнение, вообще, бывали ли вы там когда-либо? И нужно ли вообще в центре города вот такой зелёный массив, или может, действительно, стоит там всё вырубить, построить какой-нибудь бизнес-комплекс, или жилой комплекс, или вообще парковку какую-нибудь. Поэтому 3190, все мнения мы выслушаем, любые мнения приветствуем, у нас плюрализм мнений. Итак, господа, давайте пока напомним вообще об истории этого замечательного места, и в том числе об истории названия. Потому что ведь многие искренне думают, что улица Вокзальная, которая там находится, она потому что, я скажу, там когда-то находился железнодорожный вокзал. Я такие мнения тоже слышал. Я смотрю, вы так на меня пристально глядите, потому что это намёк на начало такого вот рассказа. Ну давайте, мы часто про него уже рассказывали, я рассказывал, и мои коллеги рассказывали. Потому что так получилось, что, собственно, сообщество «Тверские своды», есть такое в интернете, градозащитное сообщество, оно, в общем-то, создавалось в том числе с целью каким-то образом повлиять на судьбу этого парка. На самом деле, по сути своей, само это название, да, парк-вокзал, оно вообще возникло у нас спонтанно. Вот именно этот клочок земли, о котором мы поведём речь, никогда не назывался парком-вокзалом. Вокзалом называлась огромная территория отсюда, от нынешней мечети, ну и до Мелькомбината, включая территорию Мелькомбината. Это была, в общем, береговая полоса шириной, ну, я так понимаю, иногда метров 200, иногда метров 300, иногда и все 500, вот, которая была в разной степени ухоженности. Территория, которую мы имеем в виду, территория за мечетью и бывшая вторая городская больница, это территория, в общем-то, эпизодически входила в этот вот вокзальный комплекс. Она входила частично, большей частью, в больничную территорию, но при Екатерине Пауне она была в Росси благоустроена, Карлом Росси, архитектором нашим знаменитым, великим, в Твери работавшим, благоустроена и тоже включена. В общем, настоящим вокзалом считался маленький клочок регулярного парка в районе Мелькомбината, его продали. Он был регулярный. Он был регулярный, там были правильные дорожки, баскеты, вот вся вот эта вот красота, которая была... Геометрическая планировка, даже напоминавшая планировку трех лучей Тверского, вот, но с этими же треугольными кварталами, вот этими вот лучевыми аллеями, улицами. А на берегу Волги стоял павильон, который дал название всему этому месту, потому что павильон был открытый, летний, и в нем можно было летом посадить музыкантов, которые бы сыграли, ну, для гуляющих по парку дворян по преимуществу, конечно, дворяна и богатого купечества, какую-нибудь легкую музыку. Вот это вот название, да, вокс-холл, да, павильон, где играет музыка, распространилось на всю, сначала регулярную территорию, ну, а поскольку мы лишены этой регулярной территории сейчас, это мелькомбинат, тут своя история, то мы имели дерзновение перенести это название и вот на оставшийся клочок парка, дабы никто уже не перепутал, что этот парк действительно вот такой один уникальный, со старовозрастными деревнями, у нас таких тоже больше в городе нет, со старыми зданиями оставшимися, но от времен самого начала Тверского наместничества и губернии, ну, одним словом, это комплекс, в который включают в себя даже природные памятники, включают в себя архитектурные памятники, памятники инженерные, потому что это вал, который был насыпан для защиты от половодия, вал очень эффектный, он намного более эффектный, чем все остальные валы в нашем городе, бедным на валы и всякие вот эти вот высоты, а он там есть, вот, и в комплексе, да, с интересным на самом деле местом, пятачком с сохранившейся застройкой и в конце улицы Советская, мечетью, костелом, особнячками, которые там еще стоят, это все замечательно, совершенно объект показа, и все это вместе я объединяю, да, словом, парк-вокзал. И хорошо оно... А, кстати, как правило, я перебью вокзал или воксал, я вот в литературе и так и так видел. А без разницы. Без разницы. Поскольку мы его придумали, мы его и так назвали. Ну, это же основа английское слово. Воксхол, да, но вообще оно к нам пришло не напрямую через английский словарь, а через французский. Поэтому мы его можем называть воксалом. Ну, и получается, что, в общем, так, для телезрителей, что потом такие парки были у железнодорожных вокзалов, как и перешло, точнее, это слово к вокзалам. Да, 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 Павловский парк, замечательный, да, который очень любили петербуржцы всегда гулять там, огромный зеленый массив, ну, Петергоф и Павловский дворец. Вот, и в Павловск был проведен первый русский поезд, первая русская железная дорога. Народ боялся ехать туда, естественно, на страшные чугунки с этими вот этими дымящими чудовищами. Поэтому, дабы народ как-то легче к этому привыкал, была такая заманушка придумана на этом Павловском вокзале. Тогда еще он был просто павильон для остановки пассажирских поездов. Играла музыка, и проводились народные гуляния. Построили такой же вокс-холл. Чтобы люди приезжали, и так оно прикрепилось к этому Павловскому вокс-холлу, что с тех пор все павильоны для остановки поездов в России стали называться вокзалами. А теперь еще и самолет, и аэровокзалы. А теперь все остальное, да. Но название удивительное, да. В то время, когда в Твери основывался этот парк, никто еще, конечно, даже близко не мог представить, что, во-первых, так будет, что все это полетит, поедет, и по рельсам, и по воде. Железная дорога тут будет проходить. И по воздуху, да. И не могли представить, что что-то, кроме обычного паркового павильона с музыкантами, будет называться словом «пакс-холл», «вокс-алл». Вот и все. Вот улица вокзальная по этому. Да. Опять телезрителям, кто не знает. Да, да. Никакого отношения, никаких ни вокзалов, ни речных, ни железнодорожных там не было. Еще в том числе путают, потому что ветка «Хмелькомбинат», еще с Довицей, прямой идет, и люди думают, что когда-то эта ветка, может, куда-то туда и заходила. Я такие мне не слышал. Говорили, что у вас жалко у нас. Да, и это тоже правда. Потому что, действительно, ветка туда прошла одной из первых, когда еще других не было в Тверской губернии, кроме главного хода Октябрьского, тогда Николаевской железной дороги. Даже не Николаевской, а просто еще Петербург-Московской. Вот она была, и на пристань для удобства перегрузки товаров была протянута своя колея, своя ветка, но она прошла довольно далеко от этого парка. Она прошла по касательной. Пристани находились за вокзалом. Это, кстати, его и погубило. Почему? А потому что... Пристани «Мелькомбинат»? Потому что пристани были за «Мелькомбинатом». Тогда еще не было «Мельницы». Но в силу того, что в тот момент у нас много было депутатов из богатого купечества. И, собственно, Коняев продавил право города. Город торговал этот участок. Он к тому времени был запущенным. Парка уже почти не было. Там были такие старые деревья. То есть, не поддерживалось... Типа того, как сейчас. Типа того, как сейчас. Да, и очень страдали по этому поводу, что люди... Вот, дескать, такой зеленый уголок пропадает. Но сделано было все просто. Просто продавили депутаты право выкупить у города этот участок. И, собственно, на его месте был построен «Мелькомбинат». Вот на месте... Сам он и выкупил. Нет, но он и выкупил, он и построил. Сам он продавил, и выкупил, и построил. Мы прекрасно знаем «Коняевскую мельницу». Да, там и была всю жизнь. Но, к счастью, не всю он территорию выкупил. Там она к тому времени была уже поделена. Там был кусок парка небольшой. Был кусок, который входил в бывшие работные дома. И был здоровый кусок земли, тоже с зеленью, который был у больницы. И больница там так и осталась. Я вас сейчас перебью, потому что у нас должен выйти в эфир не очень здоровый кусок рекламы. Всего лишь три минуты, дорогие телезрители. Реклама, не переключайтесь. Мы говорим сегодня об очень уникальном, интересном месте нашего города, парке «Воксал». Что с ним будет? Это самое главное. Три минуты, не переключайтесь. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим об уникальном массиве, зеленом массиве парк «Воксал», который находится в историческом центре Твери, буквально сразу за мечетью, за костелом католическим. История этого места и самое главное, что с ним теперь будет, потому что наконец-то там началась, как говорят молодежь, движуха. Господа, Павел, насколько вы в свое время рассказывали это место, в том числе ведь облюбовали и наши первые лица, тогда государство дореволюционного, наши монархи. Вот Александр Первый там бывал. Да, это место в принципе было таким популярным. Гулять-то в городе тогда в той еще пор негде. Городского сада. Дворцовый сад же у него был свой. Маленький, во-первых. Во-вторых, было представление о том, что это построено при Екатерине. Там немножко мода другая поменялась. Екатерининский парк тогда был, тоже казалось, старомодный, неудобный. А для полноценной прогулки при Екатерине Павловне была сделана вот такая загородная большая территория с частью. Там можно было провести все, что угодно. И сжечь хороший фейерверк. И позвать туда на лодках песенников из Мещан, как это там называлось на такие мероприятия. Ну и самое удобное, конечно, что это была по сути своей загородная усадьба, которая была в шаговой доступности от города. Что было очень, конечно, удобно. Потому как небольшая территория дворцового сада, она действительно небольшая. Реально не могла вместить несколько сот приглашенных гостей, которые реально там были. А вот эта территория запросто. На ней сотни людей, причем разных сословий. Для каждого хватало свое место. Где-то были выставлены стады для простого народа. Где-то предлагали купечеству посидеть, погулять, покрасоваться. А где-то можно было увидеть самого государя, который там тоже как-то фланировал по территории. Ну, он же сказал Екатерине Павловне, что это маленький Петергоф в Твери, когда там напротив фейерверк делали с фензелями на том берегу Волги. Он сказал, ну это прям маленький Петергоф. Но мне хотелось, кстати, заметить, что это же культовое еще место, парк-вокзал. Говорят, что есть такая легенда, что в средние века, это было же за чертой города, и там Дубовая роща была, где молились Перуну еще до христианства. Это на самом деле? Или такая легенда? А вот мне кажется, не эта ли легенда являлась точкой отправления, почему там оказался наш губернатор? Дело в том, что губернатор вряд ли... Нет, нынешний. Нынешний мало ли губернатор? Дело в том, что про Перуна-то, конечно, там никто уже ничего не говорил. Перуна праздновали и праздновали не там. Праздновали в Трехсвятском. Вот эти всенародные гуляния с ерильными празднованиями, они проводились в Трехсвятском, либо же за пределами города, тогда бы выйдешь на Смоленский переулок, а тут была поля, красота. Да и Трехсвятский, наконец, за городом. Ну, она все-таки не очень, а Смоленский-то переулок, вот это все, граница города, городской вал, а за ним поле, и ходи гуляй. Но удобно-то было, что здесь еще? Рощица действительно здесь, видимо, была, монастырь был, и это то место, которое отмечено в летописях, куда привезли убитого Михаила Тверского из Москвы. Из Москвы, да. Не за Рды, как и на раз многие. Нет, его через Москву. Лето пролежало в церкви Спаса на Бару, а потом за многое серебро Юрий Данилович его в Тверским продал. Послам это известно. Вот, может быть, этот монастырь, который назывался Михаил-Архангельский, да, в Сполье так называемом, он действительно там, археология подтвердила его, условное место там точно не сказали, но вот это стрелка Смоленского переулка и нынешней набережной. Вот, и поскольку это там, то, возможно, губернатор наш как-то кто-то им подсказал, уж не знаю даже кто, не буду угадать, что вот хорошо же бы здесь какую-то благоустроенную площадку иметь. Мы чуть попозже к губернатору вернемся, Павел опять к Игорю. А что происходило с этим местом в течение 19 века в дальнейшем, когда уже Александр Павлович покинул этот мир? Так, не, Россия же, во-первых, не спректировала. И Ексерина Павловна, тем более, еще раньше покинула наш город замечательный. Что происходило с парком Аксам раньше? Да, не успели они сделать, конечно, с Оргенбургским, со своим супругом. Ну, так получилось, да. Такие планы, если почитаешь, война помешала, потом смерть. Болезни на тонной войны. Что происходило с теми местом в течение 19 века? Россия же корректировала как театр, это главное классическое здание, которое сейчас разрушается. Там же был в начале театр, и после того, как холера, насколько я помню, прошла по двери, ее отдали уже в больнице. И поэтому пошла уже больница. Начал формироваться вот этот больничный городок. Тогда же тоже было такое... Больница не как сейчас, огромный терминал, а тогда это были городки, что наш больничный городок на Беляковском переулке, что тогда, тогда была концепция, насколько я понимаю, больниц, что должны корпуса отдельно стоять. Ну, и по-всякому было. И так тоже. Большая часть построек больницы были деревянные, они не сохранились, поэтому они были по периметру. Но это было уже поздно. Это было, когда уже земская больница там была. Больничный городок предполагался там вообще сразу. Но поскольку дворянский парк, ну, тоже вот так вот мучительно появлялся, и само дворянство, оно же не сразу, его, представляете, новая губерния. Люди приехали из Вышнего Лулачка, Весегонска, там, Старицы, Кашина. Они в жизни друг друга знать не знали, ведут, не ведли. А тут бац, их всех в одну губернию засунули. Надо как-то познакомиться, подружиться, составить какую-то одну корпорацию. Тоже был повод. Раз там, сколько-то лет, у них проводились дворянские выборы. То есть съезжалось с губернией все дворянство. Надо было волей-неволей его как-то где-то выгуливать. Вот его выгуливали в этом парке. И одно из первых мероприятий было по инициативе Озеровых привезти из своих поместьй, из-под Зубцова, дубы и там посадить. Были ли там старые дубы, я не знаю, но то, что вот озеро в Катках привозили и ставили там, это факт. Северс там приезжал, когда открывал Тверское наместничество. Это наместничество, еще не губерния. В 1776 году. Но это была зима, поэтому, я думаю, не очень там было, особенно для прогулок. Это был январь 1776-1777 годов. Ну, по крайней мере, там все началось. А потом, вот когда уже более-менее привыкли гулять, уже стало ясно, что места мало. Вот тогда, да, театр. Театр Росси предложил сделать, видимо, спроектировал. И его проект в той или иной степени, не изменившись, но немного, воплотил в жизнь следующий губернский архитектор, тоже звездный. Это Николай Алигрант, младший. И вот после этого это здание у нас вот там есть. Оно крайне важно, кстати, для архитектуры Твери, как вообще это место крайне важно. Оттуда оно важно тем, что оно, получается, замыкает перспективу советской улицы. Это у нас улица длинная, но немножко с таким переломчиком. И переломчик этот сделан искусственно, он сделан сознательно с целью создания перспективы. В одной стороне у нас будет колокольня собора, на которую ориентированы центральные улицы города, а другая сторона упирается прямо вот точно в точно, вот по оси этого центрального здания бывшей второй городской больницы. Это сделано как такая полноценная петербургская перспектива с дворцовым комплексом в ее конце. Так смешно получилось, что дворец возводившейся Тросси оказался, в общем-то, таким простым по своему функционалу зданиям больницей. Ну, а вот, бывает... Да, архитектура Тросси. Архитектура, да, архитектура очень красивая. Она даже в битом... Сейчас говорили о катках-дубах, а какая-то легенда о царском дубе, одно из старейших... Да, там есть такое очень трудное дерево. В Твери находится именно в парк вокзале, говорят, что это посадил сам Александр Первого. Хотя, я так понимаю, когда делали срез, по годам, немножко там нет совпадений, это просто чисто легенда. Он старше? Он младше чуть-чуть, чем мог бы посадить Александр Первый, еще ненамного прекрасно. То есть, он хуже, чем тысячу... Может быть, он и сажал какой-то другой, не все сохранились там еще дубы, но самый старый. Один тут спилили же, рядом с областной больницей, где, говорят, Пушкин ходил, еще видел этот дуб, видел Пушкина, его как бы, как тополь, постригли и сделали пень. Как мне сказали специалисты, после этого дуб практически не вырастет, да? Кто его знает? Дубы крепкие деревья. Могут и вырастить. Кто-то надеется на чудо какое-то, но сделали пень из дуба. Был дуб, стал пень такой большой. У нас тоже как-то на это происходит, заставят дурака Богу молиться, он весь лоб расшибет из этой серии. Дураков на Руси на 200 лет припасено. Конечно. Дубы прекрасные деревья, признак, конечно, благородного парка. Естественно, там и липы есть, но липы молодые. Липы там времен посадки уже советские, но тоже не старые, они сразу после войны. И вязы, вязы и подозревающие времен. Это земская больница начала 20 века. Но дубы, конечно, патриархи, там великолепные деревья. Их там штучки три осталось из таких действительно классных деревьев, которые можно показывать, как объекты показа туристического. Тех достопримечательность уже. Вот. Ну а больница что? Вот больницу открыли там, и после этого все остальное построенное вокруг, не только на территории вот этой вот огороженной сейчас забором, но и значительная часть зданий других, которые, кстати, не заброшены, они являются частью больничного комплекса. Там и склады, и какие-то прачечные паровая, и всевозможные дровяники, вот все вот это, какие-то здания для врачей строившиеся, инфекционный корпус оставшийся, один их было несколько. Ну и кроме этого, очень симпатичное, уникальное здание, единственное в городе такой большой, в стиле модерн, построенный из бетонных этих пустотелых блоков, там стоит оно. Корпус больничный. Вот. Он больничный тоже корпус. И мы построили один из последних. Ну и действующая поликлиника тоже относится к этому же комплексу. То есть, это последнее, что там работает. Она 1909 года, и это определенный тоже памятник. Поэтому, ну, фактически больница спасла эту территорию. Не будь ее, конечно, потихонечку ее бы там порубили, нарезали на участки, ну и она бы так растворилась в городской застройке. Уже до революции это произошло бы. А так она пережила и 20-й век, но вот не пережила 21-й. Ну да, дожила, но... Подождите-ка, я не пережила, мы еще тоже как раз к этому вернемся к этому и ведем разговор. А насколько мне интересно пострадало это место в годы Великой Отечественной войны? Вот тоже, ведь мы смотрим все эти здания, они еще, да, сейчас разрушаются, но еще лет 20 назад, в принципе, все было вполне в нормальном состоянии. Вот удивительно. А ведь город штурмовали наши. Ну вот по немецкому... Штурмовали из-за Тверича. Да, да, я тоже как раз не читал, но это странно опять-таки. Ну, чтобы там были какие-то разрушения? Да. Ну, максимум безобразие. Там какие-то такие вот окна побитые, что-то там сломано, выбитое, оборудование могли утащить. Но сами здания целые, да. Они пережили войну неплохо. И госпитали там были всю жизнь. Они были с русско-турецкой войны, потом они были там в Первую мировую. Потом... Фотографии, да, кстати, хотел захватить, показать там, как это располагалось внутри. Ну, телезрители могут зайти в интернет, набить и в это лежит в открытом доступе. Посмотреть на... Штурм-кспиталя, да, были? Да, как там располагалось. Прямо внутрь помещения и наружные. Все это в интернете, в принципе, есть. Ну, вот больница когда? В конце прошлого века, да? Вдруг закрывается. Уже. Прошлый век, да. И что-то такое, я слышал, что ходили слухи, что хотели отдать, вообще построить там какой-то микрорайон элитный. Микрорайон даже. Ну, понятно, да. С выходом, с яхт-клубом даже такая была идея. Ну, а, видимо, из-за того, что все-таки здание так просто не спишешь и не снесешь, получается, что как бы его за... Извиняюсь, перебью, показывай телефонный звоночек у нас. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы вот в переживаниях за эту территорию обратить внимание. Недавно мы проходили по набережной, которая идет вдоль, и соседствующая территория, которая находится за ограждениями, вероятно, там вот эти банно-прачечные раньше находились, но со стороны Волги там огромные заросли, ну, правда, постриженные борщевика. То есть, вот еще одна угроза, которая двигается на эту территорию. Кстати, да, в парке же был борщевик, я помню. Павел боролся, еще несколько лет назад нам вырубали. Я и в этом году там копал. А, еще даже опять, я, потому что что-то как-то глянул, сейчас не увидел его борщевика. Нет, все было, было. Борщевика, и вот я его вырубил. Ну, и потом, естественно, его еще раз покосили, когда делали сейчас уборку. Но об этом мы, наверное, поговорим, потому что проблема борщевика там острая. Он там появился лет 20 уже назад. Откуда он там взялся вообще, не могу понять. А, мне кажется, его туда занесли. Занесли, конечно. А оттуда он везде взялся? Нет, его туда, там что-то брали землю, именно в одном месте. Явно брали, и вот было что-то вроде карьера. Прямо яма. Я подозреваю, что вот в следствии этих земляных работ, естественно, непонятно от кем и когда проводившихся, но они уже имели место около 10-го года, допустим. Там именно в этом месте кусок такой вот зараженной почвы. И оттуда он распространялся. Ну, а мы его там как-то пытались локализовывать, потому что бороться совсем с ним бесполезно, земля вся зараженная. Но мы его пытались, чтобы он дальше никуда не выходил вокруг этой вот маленькой территории возле Волги. Ну, вот что теперь будет? Не знаю. Теперь он за забором. Забор частное охранное предприятие охраняет. Да, смотрите, то есть последние, видите, вот эти самые уже, ну сколько, лет 15, когда закрыли вторую горбольницу фактически, вот осталась поликлиника, он пришел, конечно, в изрядное запустение. Я просто помню, как еще вполне все прилично было. А вот это то же самое сейчас центральное здание, вот это замечательное в стиле классицизма, оно вообще выглядит как раз, как будто только что война и закончилась. У него попало парочек снарядов. Да, еще учитывая то, что это, в общем-то, произведение России. Да, даже если не рост, даже если просто какой-то там уездный архитектор, здание красиво. Нет, но Легранд это не уездный архитектор. Нет, 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 я не про Легранда ни в коей мере. Я говорю, если бы там некий Иванов, неважно, или Петров, здание по-любому красивое. Действительно, Павел, как вы хорошо сказали, оно хорошо замыкает вот перспективу советской, бывшей миллионной, бывшей Екатерининской улицы, и поэтому сейчас, ну, просто душа болит, она откровенно уже очень сильно разрушается. И я думаю, если ничего не предпринимать, то еще лет 5-10, оно просто будет в 10 утрачено. Не возвратили, погибли, да? Ну, либо придется восстанавливать с нуля. То есть, сделать копию. Чертежи, я уж думаю, есть, но все равно мы все понимаем, что копия – это копия. Оригинал всегда лучше. Вот, и действительно, я там просто тоже так прохожу, мимо работы рядом находится, и я вижу, да, что душа болит, и зарастает все до недавнего времени, и разрушается. Деревянные постройки горят одна за другой, и уже тоже много сожжено, и я не знаю, насколько это стоит вернуть. Нынешней весной произошло удивительное событие. Глава региона обратил внимание на это место, в принципе, в прямом смысле слова, топнул ногой на городначальника, что это такое тут зарастает, потребовало все это привести в порядок. Вроде приводили до не до конца, потому что губернатор потом еще раз был на этом месте и опять сказал, что тут вы медленно товарищи приводите. Господа, что произошло, на ваш взгляд, почему вдруг глава региона обратил внимание на это место? Павел, хорошо, заметил, что, скорее всего, показали, где был раньше монастырь, куда привезли нашего Михаила Тверского из Москвы. Скорее всего, и случайно он оказался там, или не случайно, как бы, но подвели губернатора. Но мне глаза вылили на лоб, когда я проходил, увидел, что что-то зашевелилось. Во-первых, начали вырубать, потом они облагородили вот эти разрушающиеся инфекционный корпус, который там сгорел, пристанище асоциалов, так сказать, наркоманов и алкоголиков, непонятно, что там собирались, и кто, соответственно, запущенным в этом парке, где темно никто не следил. И, естественно, когда они уже вырубили, совсем другой же вид, да, Павел, получилось. Я понимаю, что сейчас, конечно, может быть, и нет денег восстановить, но уже убрали за ширмы вот эти вот сгнившие, сгоревшие бараки. Это уже немножко изменилось. По секрету мне тут сказали, что планируют из парк-вокзала сделать что-то, что было тогда при Экселине Павловне, какую-то террасу, и где будут какие-то концертные выступления даже для, я так понимаю, граждан. Но более точно, естественно, я думаю, ближе уже сами расскажут организаторы этого всего. Я вот чисто слышал, и пока мне сказали по секрету, в общем-то, даже не могу говорить источник. Ну да, по секрету, но по секрету. Ну, как бы немножко так прерассказать, понятно, что там будет. Что-то такого пока на данный момент, я так понимаю, привести в порядок, они пытаются за те минимальные средства, которые есть, и сделать культурную площадку. То есть вернуть первоначальный функционал. Ну что-то да, хотя бы я так понимаю, что это не так просто, да? Потому что что делать с этими зданиями Росси и рядом Модерн, вообще, конечно, их очень жалко. Туда экскурсии надо водить, а сейчас мы водим, только показываем, как все там разрушают. Опять же, царский дуб, легенда, все-таки имеет место быть. Сколько там таблички, я не знаю, 5 таблички там нету, кстати. Я проходил. Третий раз или пятый раз там вставят табличку все время, хоть нормально человек читает, что это за дуб, и какие-то вандалы все время не знаю, кому она мешает? Сначала была табличка условная, потом мы сделали табличку, соответственно, с последними данными вот этой вот замера, да, а потом ее сделали официальной уже от Министерства природы, охраны природных ресурсов. Ну, и ее уже нет. Ну, а потому что, в принципе, такие точки надо локализовывать, на городской карте ставить, на геокешинге там вот все вот это вот и следить, а следить было некому. Ну, понятно, что... Я вообще-то там два дуба еще там на Главинском, а вот метил бы визит уже на картах там, хоть табличка стоит, там не такие вандалы, не знаю, не добираются. Далеко, далеко. И все-таки там близко, там рядом станция скорой помощи, здесь-то ничего. Я думаю, что еще причина была такая, что может быть, опять-таки, некоторая определенная моя догадка, да, там была все время совершенно безобразная парковка, назвать это, стихийная парковка всех посетителей мечети. И в пятницу там было абсолютно невозможно, то есть там она была уставлена маршрутками, автомобилями, мотоциклами, то есть это было все перемешано в грязь. Знаете, я, конечно, все, я уважаю нашу, так сказать, соседнюю веру, но вот это вот их замечательная традиция, что будь ты хоть без штанов, но приедь на машине, вот это сильно. Причем приедь вот исключительно, ну, это знак, это определенного рода показать, ну, свое состояние, то, что ты тоже человек, то, что ты уважаю, пускай, но не в парке. Ну, там просто еще увеличилось количество мусульман, а стало исключительно. Да, и вообще состояние парка ухудшилось очень сильно. А там есть вокруг дома, то есть, конечно, жители не раз обращались, я знаю, что не раз обращались с инициативами и просьбами оградить вот это вот, потому что, ну, это не, это уже сил нет никаких. Вот, ну, может быть, это еще сыграло роль. Я предполагаю, что некоторое желание как-то с этим участком хоть какую-то внести ясность и порядок, это все-таки имело место быть. Ну, и монастырь, да, монастырь, который там был, он в истории города очень значим. Были, помните, разговоры о том, чтобы построить часовню, да, на месте, вот рядом там, где Гумилевский сквер называется. Да, там же стоит камень заложен, причем в этом сквере и Гумилеву, и часовне заложен. И он не на месте стоит, где был монастырь, а монастырь получается дальше. Чуть туда подальше. Он как раз вот на углу, где вот начинается этот вот сквер, да, с парком. Вот это вот, бяза растут на углу, с больничным. То, что собор-то сам не нашли. Нашли фрагмент средневекового кладбища, который вот на месте жилого комплекса, который называется Гумилев. За баней, он за костелом. За костелом, из баней вот идет, там же копали, там нашли. Угол рыбацкой, чердак модерна такой построен. Неплохой, кстати. Неплохой, да, я считаю, тоже для исторического центра всему неплохо. Вот там нашли кладбище. Средневековое, замечательное, старинное. Это, скорее всего, от этого монастыря, другой бы там просто не может быть ничего. А монастырь сам не нашли, то есть он где-то был еще подальше. Ну, в любом случае, точка локализуется. Это дело там ближайших, может быть, там нескольких метров находился этот монастырь. И там, конечно, с точки зрения истории Твери, место знаковое. Это одно из мест, с которых откуда пошел город. Вот город не просто как такая вот точка, откуда там где-то пристали лошади там какие-нибудь или лодки. А вот княжеский город, которым Михаил Архангел, это покровитель Михаила Тверского. Вероятно, он его этот монастырь когда-то и основал. В нем его и отпевали. Да, и не просто так его привезли из Москвы. И сначала сюда привезли. Да, не в собор, а туда. И там встретили. И там от плача не было слышно церковного пения. И оттуда несли его на руках уже в собор. Павел, вот на ваш взгляд, вот если говорить о всех постройках, вот Игорь хорошо сказал, что, к сожалению, уже многие очень сильно пострадали. Да, их сейчас баннерами завесили. Что из этого можно восстановить? Ох, специалисты скажут лучше, чем я. Восстановить можно все. Поскольку, в принципе, коробки этих зданий крепкие. Конечно, верхние слои кирпичей, скорее всего, придется убирать. Они разморожены. Это кирпич 18 века, хрупкий. Но, в любом случае, где-то до уровня 3 четверти стен этого самого здания. Очевидно, можно восстановить. Можно восстановить в хорошем практически состоянии. Находится корпус в стиле модерн 13-14 годов постройки. Но, очевидно, что совершенно деревянные здания уже все. На въезде, которые особенно. Да, закрытые баннерами. Их восстановить нельзя. Но большой ценности в них и нет. Это послевоенное здание, в которое включили части ранних корпусов. Ранние-то были они из отдельных. А потом их свезли в этот длинный корпус протяженный. Но это по традиции больницы, когда объединяли все в одном месте. В одно целое. Мне, конечно, жалко. Хотелось бы оставить. Но, видимо, тоже ему не судьба вернуть его. Но это ворота, который там такой деревянный небольшой домик. В нем была осторожка. Хранились больничные метла, ведра. Вот все вот это. Но тоже он в ужасном состоянии. Он в ужасном состоянии. Но его довели. Он тоже был в нормальном состоянии. Сухой. Но сейчас уже, естественно, когда его доводили специально, восстановить его сложно. Но хотя бы в тех же формах, чтобы там появилось что-то другое. Потому что это как будто такая будет входная группа. Она важна. То есть, когда входишь туда с территории города, со стороны советской, нужно, чтобы было что-то, что открывало. Ворота, ну, естественно, не вот такие. Не с аркой. То есть, это было что-то, что должно было открывать фасад, а не ворота, как самоцель. Вот чего мне хотелось показать. А у нас закроют они, конечно. Даже пускай прозрачный, но это будет забор. Когда там после 1911 года потопа, когда там был сад, смыло все, что посадил там Александр I, Елена Павловна. И после этого уже возвели вот этот вот, как я отметил, интересный вал для Твери даже. На самом деле, интересно. Потому что вообще, вот эти археологические раскопки, которые были 10 лет назад, а нашли они Екрополь, на этого монастыря. А археологи там же обнаружили, что там средневековые руслы Волги шло по Рыбацкой. Это потом уже отодвинулось. Хотя это не луговая, а горная часть, правый берег-то. Ну да. Восокий берег. Интересно, значит, там было где-то горно, а тут еще лусь отходила-отходила, то есть намывался, наверное, песок, перенося из Тверцы. Я уж не знаю, сколько это прошло, за какое. Столько лет прошло. Но то, что на самом деле копали, когда прокладывали трубу, я жил на Рыбацкой, вот по этой, да по Рыбацкой, там я позвонил сразу друзьям, говорю, такую же выкупали, надо посмотреть, что там, везите метафорный искатель. Мы туда залезли, а там на самом деле ракушечник, и я подумал, что тут уже средневековые это не жили. Средневековые жили. Но жили чуть подальше, получается. И там, а вот и буквально в двух метрах уже не так. Там ручей, там ручейок впадал. Да, кстати, по карте, если смотреть даже 17 век, там какой-то ручей, какой-то пруд. И, видимо, на этом мысу, этого пруда и был тот самый монастырь, потому что характерное массовое такое расположение, там повыше и посуше, ну и плюс к этому обычно располагались в таких местах поселения, когда есть приток, основная река. Но там сложный гидрорельеф. Я думаю, что специалисты все это расскажут нам лучше, чем мы с вами будем пересказывать эти слухи. Место интересное. Конечно, абсолютный предмет, объект показа туристического, очень-очень интересный, такой выгодный. И что самое удобное, вот он от центра, там можно еще показывать и сам город. Вот посмотрите вперед, посмотрите на вот эту перспективу центральной улицы, представьте себе, как вот въезжали на эту улицу какие-то высочайшие особы. А теперь, в общем, вот сень, густые кущи, деревья старинные, помнящие очень многое. И рассказывать могущее о очень-очень многом. Если их послушать, конечно, эти деревья. А вал, на ваш взгляд, стоит оставить? Как? Да, а как же? Мало ли. А как? Вал до сих пор выполняет ту самую роль, которую... То есть, он выполняет до сих пор... Было когда поток, 5 лет назад, в фотографии, когда поднялся уже этот... Если бы не было вала, там все затопило бы, на самом деле. Буквально где-то оставалось полметра, наверное. Так что вал до сих пор... Да, вода поднялась почти на уровень набережной. То есть, вала выполняет роль той самой защитной стенки, которая... Этот, на самом деле, не высокий берег, не горный, хоть он и правый. Хоть и должен быть. Да, правый вообще, но горный. Ну, там вот такая там Волга. Волга вообще у нас река луговая. Она у нас широко разливается. И раньше она была мелкая. Ее можно было перейти в брод летом, например, спокойно. А сейчас вот так. Ну, проект так разливалось. Приходилось валы, да. Ну да, ладно. А что делать? Господа, а вот функционал все-таки, все-таки действительно, на ваш взгляд, может быть каким-то развлекательным местом. И самое главное, знаете, вопрос защищет банкетик в том плане, что, не знаю, найдется ли в губернской казне деньги, чтобы все это достойно восстановить. Или это может как-то заинтересовать инвесторов? Потому что, господин, вы все прекрасно понимаете, что если еще с нуля построить здание, вот такое же двухэтажное, пусть с теми самими портиками и колоннами, это одно. Но тут восстанавливать. Это проект. Это заказывать, соответственно, проект у реставраторов. Это нужно долго и тщательно работать. И найдутся ли деньги? Да, с областной же больницы не получилось. Там за рубль хотели сдавать. Я так понимаю, сделать там все уже. Приезжали и смотрели сгоревшую гостиницу. И вроде бы все. Но на самом деле, так понимаю, инвесторы, как поняли, сколько надо вкладывать. Так что-то вот так и стоит. Замороженный. Брали только постмодернизм. Губернатор туда пришел, увидел нашу скульптуру в стиле постмодернизма. Единственная была в городе. Приказал ее брать. Павел, она знает уже эту историю. Я показывал тоже эту, кстати, скульптуру. Я не знаю, почему ее брали. Но на самом деле, так, изюминка-то была такой своеобразной. Может быть, конечно, форма там немножко другая. Но все не менее. Вы знаете, я вот думаю как. Если это место станет живым, если там появятся люди, если там появятся вот эти мероприятия, не разово, не для галочки, а постоянно, то инвестор как бы само собой подтянется. Появится желание, конечно, не сразу, может быть, на это главное здание найти спонсора. Возможно, потребуется там некоторое время. Но поочередно сдавать их, то есть готовить. Что может администрация сделать? Подготовить проект реставрации и использования. Это вполне по силам бюджету. Вот. То есть, хотя бы взять на себе бюджет. Потому что, да, это правила игры, которые должны быть установлены нашей нормальной областной властью, раз это областная собственность. То есть, проект реставрации, проект использования, это все не стоит страшных денег. Три, четыре, пять миллионов, я думаю, не больше. И этот проект будет презентован. Ну, нас же любят презентовать на разные туристические эти вот, или там где-то еще инвестиционные форумы. Вот. И сказать, что вот, пожалуйста, у нас это есть. Если вы готовы, мы готовы вам это дать. Этот Карл Бланш, пожалуйста, приходите к нам. Естественно, можно не замахиваться сразу на главный корпус. Его можно законсервировать, закрыть вот эти вот разрушающиеся стены, чтобы они не намокали дальше. И, в принципе, оно даже в таком виде, как сейчас, не очень страшно. А вот начать, например, с корпусов, которые... Вот один корпус построенный, допустим, он есть вдоль мечети. Сделать его каким-то... Инфекционным. Инфекционным. Ну, там, его можно построить заново. Сделать к нему вот этот... Но проект того, что мы хотим. Не то, что там захочет инвестор в три этажа из стекла, например, а одноэтажный и, ну, как минимум кирпичный. В идеале деревянный, ну, допустим, ну, допустим. Вот. И восстановить корпуса, например, там, ну, как бы брать их по очереди. Взять корпуса больничные, которые за этим главным корпусом россиевским. Там тоже... Там тоже ужасно. Площадей навалом. Если хотите, берите. Там их можно вполне и под гостиницу, и под что хотите. Там территория достаточно большая. И она, кстати, зеленая и очень тихая. С хорошим подъездом. Вроде бы центр. Да. И с подъездом. Вот, пожалуйста, гостиничный комплекс. Вот. Он отобьется. Так и из главного. На берегу, на берегу, на берегу Волги. Главный корпус хочется видеть чем-то более интересным. Ну, а что там можно сделать? В принципе, он... Понятен 21 века. Понятен 21 века. Ну, в первую очередь, это должно быть пространство, открытое для всех. То есть, это могут быть магазинчики, это могут быть кафешки, это могут быть... Но важно, чтобы люди могли в него войти. Потому что, да, гулять хорошо, но климат у нас не всегда позволяет гулять. Зона рискованного земледелия и отдыха. И отдыха, да. И поэтому, если даже его разделить на отдельные участки, этими участками выдавать, то какие-то частные проекты, даже вот с какими-нибудь оружейными палатами, тут же музей Михаила Тверского, тут же там сделайте какую-нибудь вот эту вот экспозицию с бердышами и копьями, ради бога. Да, и в принципе, можно не целиком это здание сдавать, а частями. Было бы на это политическая воля, и если бы это было заложено в проекте, вот использование здания в будущем. Любое, конечно, здание должно жить. Понимаю, что в идеале я бы хотел видеть там, допустим, больницу. Да, в идеале. Потому что это бы сразу дало возможность этому всему комплексу иметь доступ. К нему будут иметь все доступы. Да, и плюс к этому больнице все-таки это такое место, которое нуждается в зеленом зоне вокруг. Но вроде мы сейчас знаем, что все это выезжает, выезжает куда-то туда, в Комсомольскую рощу, ладно, пусть. Если нет, то такая вот, как я сейчас сказал, такой сценарий меня бы вполне устроил. Но хотя бы, конечно, для начала бы замечательно было бы использовать вообще даже в таком виде парк-вокзал, как, я не знаю, как театральную или оркестровую, или, не знаю, площадку, где могли бы уже выступать и сейчас какое-то создать культурное пространство для того, чтобы подтянуть народ туда, пришел и не боялся. Люди на самом деле и боялись ходить мимо, практически темно, непонятно. какая слава дал место заросшее, действительно, заброшенный парк-вокзал, кто там еще может выскочить. Когда мы с детьми снимали Твери Юн ТВ, там, об этом парк-вокзале, там они дети напугали каких-то асоциалов, асоциалов напугали естественно, дети, которые там не знаю, чем они занимались друг от друга, они убегали. Естественно. Мы пытались проводить там, это я помню прекрасно, когда проводились первые экскурсии, вот там в 13-14 годах, а помните, после этого что было? После этого проводили там, ну, такие самодеятельные концерты, устраивали, ну, что-то вроде... Субботники, я помню, субботники, да. Не помню, субботники собирали, учащались, это просто были. Субботники были, концерты были, но это все равно общественность может подтолкнуть, но в любом случае денег у общественности вот полноценно нету. Ну, хорошо, что сейчас есть какое-то движение, толчок, который когда-то кем-то был дан, кто-то услышал, ну, опять же, да, и вот так странно, у нас оно снизу вверх этот импульс прошел, и вот оказывается, оп, и задвигалось что-то, да, наконец-то, уже начинали оккультуривать, там, в Урале, по крайней мере, постригли, поставили охрану, и что-то будут делать. Сделают что-то, вот, или сейчас расчистили, закроют забором, и все. Вы лично верите все-таки, что, может быть, ну, не за государственных счетах, за счет инвестора, ну, место, правда, выгодное, самый центр города. Я думаю, так глупо начинать, там вообще было бы все это, если бы на этом все и закончили. Просто по... Да, просто закрыли, и все. Поэтому, я думаю, что, естественно, какое-то движение, хотелось бы, чтобы, да, превратилось, как уже Павел говорил, это все, и в культурную площадку, и, соответственно, и инвесторы. Я так понимаю, государство это не занимается, ну, хотя бы инвестор бы сделал что-то там. Я боюсь одного, чтобы туда вот не перестали пускать людей. Если там будет за забором, это умрет. Если оно будет все-таки проницаемо для людей, для людей, любящих город, для людей, знающих и хотящих что-то о нем узнать, это место будет жить. Потому что поставить забор легко, поставить охрану легко. Мы знаем пример Райка. Там поставили охрану, и чуть не упустили там вообще все. Сейчас вот, слава богу, можно проходить, там охрана очень лояльная. Мне бы хотелось хотя бы сценарий Райка повторить здесь. Пусть инвестор найдется не сразу, пусть это будет долгий путь, но чтобы это был не глухой забор, и не собаки злые, спущенные вокруг. Вы не пускайте, пожалуйста, туда социалов, вы не пускаете наркоманов, не пускаете вот этих людей, которые хотят там запарковаться вне всяких правил, но вы пустите... А остальных-то? Но вы пустите туда детей, впустите туда мам с колясками, впустите обязательно экскурсантов, потому что это залог того, что это место будет в медийном пространстве, оно будет в информационном поле, и тогда инвестор подтянется. Ну что ж, спасибо большое. Наш эфир подошел к концу. Мы обсуждали сегодня историю и судьбу, и перспективу парка «Воксал». Уникальное место, уникальный парк, который находится в историческом центре Твери, за мечетью и костелом рядом с вокзальной улицей. Ну, будем действительно надеяться, что что-то там сделают, и мы, как и теперь в дворцовый сад, сможем туда приходить с гордостью, приводить с гордостью гостей нашего города, показывать и рассказывать про это место. А вот, как знают наши совмещатели, мои коллеги, люди, которые увлечены историей города, рассказать там ешту и показать тоже. Всего вам самого хорошего, любите нашу Тверь, хороший город, он стоит того. До свидания.